Генеральский день в России. Кто-то находится, кто-то теряется, кто-то исчезает навсегда. Какие бы ни были потери российской армии в Украине, но не досчитаться двух генералов за день это перебор с совпадениями. Еще и информация о Суровике не выпускается в прессу. Как раз в этот же день мы нашли все зависимости. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео, чтобы YouTube показал его всем. И давайте по порядку во всем разберемся. Мы говорили с вами уже о топ-менеджерах, об ученых и о военных и ФСБшниках, ФСОшниках, которые загадочно умирают или исчезают. Ненужные или много знающие или провинившиеся долго не живут. И, наверное, именно поэтому Путин не любит генералов увольнять, отправлять в отставку. Он дает им должность в условном Хабаровском крае, но не смещает со службы. Ну а что? И человек в пределе, и ниточка остается, и понижение, наказание. Плюс, когда он выпадет из медиаполя, когда его забудут, можно его тихонечко убрать. Командующий всей оккупационной группировкой в Украине неожиданно умирает в Москве. Генерал-полковник Геннадий Житко, который в мае-июле 22-го года, как минимум, возглавлял оккупационную армию, неожиданно, но предсказуемо умирает. Причину описывают губернаторы Хабаровского края. После продолжительной болезни в Москве скончался герой России, генерал-полковник Геннадий Валерьевич Житко. В Сирии Геннадий Валерьевич руководил штабом группировки наших войск. В Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа, в Москве – заместителя министра обороны России. По сложной список у Житко, правда, большой. В апреле-мая 22-го года, когда российское командование поняло, наконец-то, что война начинает проигрываться, они начали переставлять генералов. В конце мая управлять всей группировкой поставили Житко, который сменил на должности Дворникова. Кстати, где он сейчас? Сколько Житко управлял российской группировкой, тоже непонятно. Российская служба BBC пишет, что продержался он там всего два месяца. Но никто не знает, как точно. Официально Суровикина после него назначили туда только в октябре. К слову, Суровикин. Почему все в один день? На телеграм-каналах, которые связывают с российскими силовиками, появляются публикации, которые подаются как подтвержденная из нескольких источников информация. О том, что Суровикин под домашним арестом и отстранен от управления всем, чем до этого управлял. Источники, которые публикуют эту информацию, прямо указывают на то, что она вытекла контролируемо. Она появилась в сети тогда, когда нужно было. Видимо, накопились вопросы и напряжения. Ведь вся семья Суровикина все это время сидела, как по команде, и молчала, и не признавалась в пропаже своего домашнего Армагеддона. Как пишет издание «Политика», Суровикину нельзя выходить из дома, но можно принимать гостей. Вероятная история тоже стремится к тому, что Суровикина должны попросту забыть. Вся эта история с Суровикиным – это классическая иллюстрация к латинской поговорке «Сик Транзит, Глория Мунди». А то он прямо вообще – вау! Генерал Армагеддон, линия Суровикина, перелом в ходе войны. Сейчас он там всем покажет. Хотя, в принципе, достаточно было послушать 10 минут, как этот человек разговаривает, чтобы понять, что он вообще просто олигофрен буквально, кретин. А потом вот с того момента, как он исчез, все про него вот как забыли. Все вот, значит, паблики, там эти телеграм-каналы и медиа, которые там про него рассказывали, и пели ему там «Асанны», и какой он вообще молодец генерал, как воды в рот набрать. Вот вчера был Суровикин, сегодня нет Суровикин. Как вот при товарище Сталине, очередного, значит, там, соратника товарища Сталина шлепнули где-нибудь там в подвале, и с фотографией аккуратненько его вымарали так. Действительно, все происходит по похожей схеме. Это заметили уже многие медиа, телеграм-каналы. Но такую машину, скорее всего, просто так не остановить. И, ну, схема-то работает. Все это с точностью напоминает то, что порой происходит с генералами Рамзана Кадырова. Осерчав или заподозрив в измене кого-то из близкого окружения, он частенько дает отмашку допросить его с пристрастием и изолировать. Подчиненные выполняют приказ, и в изоляции человек остается до того момента, пока Кадыров о нем не вспомнит. А там может последовать прощение по давности. И генерал после долгих месяцев исчезновения вдруг объявляется на экранах. Ну, а бывает, что человек для публику исчезает навсегда. Суровякин вроде пока еще жив и не сидит в тюрьме. Может быть, в этот момент ему как раз и придумывают подходящую статью. А вот, к примеру, еще один генерал, которого 16 августа нашли мертвым и как раз уже в тюрьме. Бывший руководитель Федеральной службы охраны на Кавказе, генерал-лейтенант Геннадий Лопарев, умер в исправительной колонии номер 3 в Рязанской области. РИА Новости пишет, что у Лопарева ухудшилось состояние здоровья и его быстро госпитализировали в Рязанскую областную больницу. Причины смерти не сообщаются. Лопарев сидел с 17-го года за получение взятки от бизнесменов за свою помощь в заключении и выполнении государственных контрактов на строительно-ремонтные работы. Второй генерал, ушедший 16 августа 23-го года. Исходя из последних действий, допустим, и последних веяний, постпригожинских, мягко так скажем, бывает такое, что человек шел-шел, забыл, как дышать и умер. И вот это оказался генерал. И такое бывает, потому что это Россия, это ФСБ, это война этих башен. Не исключено практически ничего. Потому от боярышника до забывания процессов дыхания бывает все. И я думаю, это не первая, не последняя такого рода смерть. Что происходит и почему так вовремя появилась информация от Суровикина? Кто следующий? Где Герасимов? А вдруг все это правда совпадение? Есть ли вероятность того, что кто-то из этих генералов, о котором предсказуемо забыли, мог собраться и втихую попытаться сбежать за границу, чтобы там по полной изменять родине? Немного, немало, порядка 15 высокопоставленных военно-начальников изолировать. Они куда-то исчезли. Они исчезли из публичного пространства, они исчезли с территории поля боя. Ну, я имею в виду там генерал Мизинцев, генерал Суровикин, генерал Попов и некоторые другие. Это означает, что и военные устали от такой войны. Не факт, что они поддерживают Украину, совсем не факт. Наверняка даже не поддерживают. Но то, что война идет не так, как им хотелось бы, вот это, мне кажется, совершенно очевидно. Поэтому и гирки насажают, поэтому и прессии разворачиваются. Это все не от хорошей жизни, не потому, что Путину так это нравится. Просто он не справляется, ситуация не улучшается. Соответственно, надо законопачивать дырки и выкручивать руки, чтобы все шире улыбались, боялись и исполняли приказы, спущенные сверху. Понемножку страна будет кровоточить людьми. Следим и считаем, ничего не должно уйти от нашего с вами внимания. Три генерала одновременно в один день попадают в новости. Это точно не случайность, и мы попробовали объяснить, почему, но как знать. Всех, кто проштрафился, оставляют на поводке. Никто не уходит из российской системы просто так. Должна быть плата за выход. Кто следующий стоит в очереди, мы скоро узнаем. Будем следить за этим вместе. Не забудьте подписаться на все наши каналы, поставить лайк этому видео, написать в комментариях все, что вы думаете. Меня зовут Алексей Бурлаков, вы смотрите Нехта, и спасибо, что смотрите.